МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...проверку подписных листов, которые подадены инициативными группами. Олег Сентюров за пошними новинами проход выборшей кампании в Рогионе. По информации областной комиссии по выборах президента Республики Беларусь, этап сбора подписов на Гомичне прошел спокойно. Непосредственно в комиссию поступили у сего две заявы, но неких значных порушений подчас проверки выявлено не было. Что тачется непосредственно подписных листов, то у территориальной комиссии их подали инициативные группы 5 кандидатов. Наибольшее количество подписей сдала инициативная группа действующая президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко. Это более 285 тысяч подписей. Николая Дмитриевича Олаховича инициативная группа сдала более 10 тысяч подписей. Эти две группы работали и собирали подписи во всех, значит, на всей территории Гомельской области, во всех районах. Соответственно, более, около 16 тысяч сдала инициативная группа Сергея Васильевича Гайдукевича. Более 4 тысяч подписей Короткевича, Короткевич Татьяна Николаевна, инициативная группа. И более 3600 подписей инициативная группа Терешченко Виктора Ивановича. Зараз территориальная комиссия проводит проверку собранных подписов на соправдность. Плануется, что Центр выборкам зарегиструя кандидату 10-го вересня. Азнаемиться с документами по выборах героинька Державы сегодня можно в так званых кутках выборщиков. И они створены на шматреких предприемствах и в установках социальной сферы. Что тачится подректовки до голосования выборщих участков, то займаться этим будут члены участковых комиссий. Их формирование повинно быть завершено не позднее 26-го жнивня. По информации областной комиссии по выборах президента Республики Беларусь в участковой комиссии на Омешине вылучено 13 811 представников, 36% из их отоперационных коллективов, 46% от политических партий и громадских организаций. Это Республиканская партия труда и справедливости, наибольшее число претендентов, Коммунистическая партия Беларуси, Объединенная гражданская партия и Белорусская партия левых справедливый мир. Значит, из числа общественных объединений более 15% выдвинули профсоюзы. Протягиваем выпуск. Начальник управления Держа-Аутоинспекции УЗ Гомельского обл. Ваканкама Игорь Макушенко провел промую телефонную линию Жахарами в области. Основная колькость звонков тышилась о пытании обеспеки на дороге детей и подлетков. По информации Держа-Аутоинспекции колькость машин на дорогах Гомельшины постоянно повеличивается. Сегодня только у физичных особ зарегистровано амаль 465 тысяч ауто на 5% большим было еще год тому. В среднем у каждого третьего Жахара региона есть уластный автомобиль. Правда, далеко не все водители вызначаются дисциплинованностью на дорогах. Миновата по этой причине ДАИ все больше активно выкористовывая аутофиксаторы. Дарыши порушения гетые приборы региструют за 40 метров от места установки. Гетые пытания цикавила одного з потелефоновавших. Одразу некольки человек хвалюет установка так званых штучных няроностей, коля школ на улице Кирова у Гомели, где зараз ведется активная реконструкция. Пытание обеспекить детей и подлетков на дороге зараз у Вогули набыло особливую актуальность. Наибольшее складанное ситуация по Куль-Умазырским районе, где означается рост дорожно-транспортных здоровений с наездами на пешеходы. Выросшись в проблему для шоутоинспекции, меркуя у тесном взаимодействии с органами мясовой улады. По организации дорожного движения необходимо и возле школ, дошкольных учреждений, укладка спящих полицейских или поднятых к пешеходу. Однако выделение средств из местного бюджета не выделяется, но ссылается на различного рода финансирование и тому подобное. Но мы этот вопрос будем поднимать в сентябре месяце на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. В рабочем порядке мы эти вопросы отрегулируем. Дарыш Исёнин, начальник управления Держа-Аутоинспекции Управления внутренних справ Гомельского Аблова-Конкама Игорь Александрович Макушенко откажен на пытание телеглядашоу. В 18.10 хвилин глядите на телеканале Беларусь-2 интерактивную программу Диалог. По час эфиру будет працовать телефон промой линии. Поведомить об хвалюющих проблемах, выказать конструктурные пропановы на контрорганизации дорожного руху можно по номеру 77 68 45. Гомельшина в эти дни принимают дельников международного молодежного марша мира, присвященного 70-го дю Великой Перамоги. И он стартовал в Курску Российской Федерации, а напереды дни делегация пробыла в Гомель, ка протягнуть свой миротворший шлях по территории нашего региона. У программе масштабной акции проведение митинга улямесов боевой славы с устрешей с ветеранами у складания вянков и кветок до мемориялов. А так само с устрешей пространеком молодежных организаций Гомельской и Курской областей. Обусим по парадку в материале Вероники Ворошилиной. Международный молодежный марш миру, присвященный 70-го дю Великой Перамоги, объедна урабят самых розных регионов России. Курск, маршрут мероприемства различен на тысячи километров от знакомитых местов боевой славы Курска до меморияла Бреста. Организаторы Международного марша миру отзначаются, они не могли обмянуть увагой и братскую Гомельщину. Супрационничество между нашим регионам и Курской областью ожидаются уже больше 10 годов, до его активно долучается и молодь обе двоих краин. Мир сегодня хрупок, и вот через встречу через молодежь мы именно должны укреплять мир, дружбу и взаимопонимание. Молодежь это будущее и от того как она воспринимает все это будет дружить мы конечно не будем видеть тех военных конфликтов которые сегодня наблюдаются в мире. А кроме традиционных митингов у Леми Марияла у рамках международной акции для представников молодежных организаций Гомельской и Курской областей была организована интерактивная форма взаимодействия. Яны приняли удел в дебатах накерованных на умоцовании международного супрациониста и сябровских относинов. Дискуссии, думки, разважания, меркования, открытый диалог. Усё это дозволило огушить проблемы с ужасной молоди, а так само их пожадания и конструктивные пропановы на контрразвитие международного молодежного супрациониста наших братских краин. Я для себя как руководитель областной организации в блокноте пометил несколько пунктов, а именно различных общественных объединений, которые на протяжении этих пяти дней будут обмениваться опытом. Даже уже здесь за полтора часа проведенных дебатов эти молодые люди уже обменялись опытом, а проведя пять дней вместе бок о бок, я думаю, что гораздо больше будет предложений по сотрудничеству между нашими странами и регионами. Международный молодежный марш мира – это выдатная махшимость умособить одиноеметы погляда и мкнений белорусской и российской молоди усуместные формы взаимодеяния на кированы, на умоцевание славянского братырства и захование в памяти нашего агульного героичного минулого. Мы были на святых местах и поклонились мемориалам, курганам славы Гомельщины. Мы еще посетим бывшие концлагеря, мы посетим в Минске Хатынь, мы финишируем прославленные Брестской крепости. Мы наметили очень много еще перспективных проектов, которые, я уверен, на 100% мы реализуем совместными усилиями. Ну, а с ответным визитом гомельскую молодежь мы ждем на территории Курской области всегда. Вероника Ворошилина, Дмитрий Родянко, ТРД, компания «Гомель». У Гомеля отбылась аж 100-годовая городская педагогичная конференция. И главной темой стало обмеркование факторов, от которых залежит повышение якости взрыва адекватности. А кроме того, традиционно подводились выники и ставились задачи представлены проекты, которые реализуются в установах адекватности города. Часть из них присвечена практика выучения замежных языков шляхом развития международного сопротивления. Спасибо интернету, сегодня любая школа имеет возможности для установления прямых контактов с установами адекватности замежной. В другом выставочном блоке демонстрировались выники первых школьных бизнес-компаний по выработке властной продукции. Идея этого керунка – поддержка детских инициатив, а так само ознайомство школьников с основами реальной экономики. То есть наша задача подготовить выпускника школы не только с багажом знаний, но еще и с приобретенным опытом предпринимательства, финансовой грамотности. Это одна из тех позиций, которая сегодня становится во главе многих вопросов опять-таки по качеству образовательного процесса. Подчас пленарной часки означены досягнений минулого навучального года. До прикладу Гомель подзяли в Витебском другое место по выниках парадметных олимпиад, а 96 выпускников скончили школу с золотыми медалями. Разом с тем многие на прамке в адукационном процессе потребуют до працовки. Это и повышение педагогами властного узровня веда. До других тем. Гомельский облспожил союз одним из первых в Украине приступил до массовой заготовки брусниц. У залежности от района и от урожайности закупать ягоду у насильництва будут в пацане от 10 до 17 тысяч рублев за килограмм. А починающие с 6-го веросяня у организации приступить до заготовки журавин. Их цена за килограмм будет высшая от 15 до 35 тысяч. Кольки плануются закупить все лето ягод докладно невядомо. По прогнозах объемы будут меньшими чем в минулом годе. Звязано это с засушливым летом и практически полной отсутностью опадков. А кроме того протягивается заготовка яблок для промысловой перепроцовки. На датсеный момент насильництвам региона реализовано больше за 5 тысяч тонн. Дарэчыг это самый высокий показчик Украине. И на этом пакулюсе за развитем падзей сашидите по наших выпусках. А я с вами развитвуюся. До побачения. Продолжение следует...